Всем здравствуйте, спасибо, что пригласили. Меня зовут Вадеев Павел, я занимаюсь тестированием уже более 8 лет, успел в нефункциональном, функциональном тестировании, банковские системы, сейчас тестирую функциональным тестированием биосистемы, такой как семейство продуктов планета. Кто-нибудь слышал о таком продукте как хамелеон? Один есть. Для начала познакомлю вас с нашим продуктом планета и потом перейдем к хамелеону и расскажем, как мы решали все наши насущие проблемы. Планета это у нас семейство продуктов, которые реализуют бизнес решения для самого бизнеса, то есть аналитику, сведение данных, хранение, предоставление, визуализацию и куча всего. Немножко так расскажу о наших четырех флагманах, это планета доступ, аналитика, бюджетирование и самой МСИ. Доступ это у нас продукт, который обеспечивает доступ ко всем данным на основе ролевых моделей, правил и всего там куча, чтобы разделить логику пространства, сессии и куча ролевых еще моментов. И также обеспечивает единую авторизацию между всеми нашими платформами и всеми клиентами, кто использует планета доступ. Планета у нас является позиционируясь как low-code system система, что это значит? Это берешь любой наш продукт и используешь его, хочешь один, хочешь вместе, хочешь разный функционал. Если нужен доступ, то просто доступ к какой-то ролевой модели. Если нужна только авторизация, то только авторизацию подсоединяем. Если нужна аналитика, это у нас визуализация данных на основе аналитических панелей. Там куча аналитических данных, которые можно построить, визуализация на разных виджетах. Все эти виджеты кастомные, куча свойств, которые можно, если захотим, то берем только какие-то определенные виджеты. Они работают у нас на реляционных источниках и на лапсе источниках. Бюджетирование – это у нас расширяемый модуль аналитики, который предоставляет уже кастомные виджеты для самой аналитики на бизнес-правилах бюджетирования. Также предоставляет аналитические панели для ввода изменения уже данных на живую, либо создания с нуля, либо правки. НСИ – это обычный мастер данных у нас. То есть реализация тоже также предоставляет свои виджеты для аналитики, чтобы можно было все так красиво представлять, анализировать, не залазить сам НСИ. Либо создавать всякие правила поиска, дубли нормативных справочников. Ну, вот эти вот наши четыре больших флагмана. Так как у нас планета делится на две части, это команда ядро, которая обеспечивает непосредственно ядровую политику развития самого продукта внутри и по всем трендам, которые идет сам продукт. И проектные – это те, кто непосредственно заказчик берет, устанавливает, конфигурирует себе, захотел аналитику, доступ, все сразу установил определенных версий, определенные там скупы, всяких настроек, либо там что-то одно и там добавляет, плюс еще свои какие-то системы. Из этого у нас появляется проблема того, как это все тестировать. И потому что приходит время, когда нам надо этот весь разработанный кастомный заказчик продукт получить обратно в код и внедрить его в ядро. Тут у нас появляется такое слово, как полигон. Полигон – это у нас процесс, который помогает команде ядра получить разработки проекта и внедрить в ядро. И наоборот, получить и установить, протестировать все, что необходимо, любую конфигурацию на проекте любом, который у нас заказчики есть. Либо у них на железе это делается в их конторах, либо у них там в бункере, где интернета обычно нет, либо это делается у нас где-то. И вот полигон – это то пространство, которое помогает нам все это сделать, внедрить CACD как внутри ядра, так и на стороне заказчика. Мы то есть собираем конфигурацию, тестируем у себя, передаем им весь набор контейнеров, либо разворачиваем эти контейнеры у них и запускаем наши тесты у них. Также это еще единое пространство не только для тестирования, там разворачиваются куча систем разных версий, конфигураций и для разных нужд. Это автоматизация запускается, какие-то ручники тесты гоняют, готовят данные, экспериментируем там и множество всего еще. Также это является у нас пространство для обучения нового персонала, коллекторы приходят, чтобы они могли, не мешая разработчикам, тестировщикам и всем остальным, собрать, поломать, уничтожить и тому подобное. И также это обучение наших непосредственных заказчиков, кто будет работать с системой. При решении, когда мы внедряли полигон, у нас перед командой тестирования стали вот такие вот задачи. Это тестирование ядра, внедрение его в CI-CD, это у нас необходимость стала, то есть у нас каждый разработчик тестирует и не может вообще никак влиться в основную ветку, релизную девовскую, если у него красный отчет. Это у нас правило, законно, это нельзя, поэтому у нас там иногда бывают такие моменты, приходит руководство, надо выкатывать релиз, убери вот эти красные тесты, мешают. Ну там и война у нас, но как-то приходим к консенсусу, либо дополнительный разработчик приходит, решает, выкатываем зеленое. PMI, что это значит? Это то, что у нас low-code system системы этой планеты. Мы заведомо не знаем, какие системы у заказчика состоят, как они их пользуют, потому что это очень большой такой скуп всяких сценарий. И нам необходимо знать у них, это всегда отдельная команда, отдельное пространство, отдельные репозитории, билды, виртуалки, все отдельно. Все, что происходит у заказчика, оно там и остается, по сути. Использовать автотестов, которые от заказчика к нам приходят, это самое важное. То есть мы видим реально, как используются наши системы, какие SLA, все, данные, какие, потому что есть аналитические панели, которые состоят там из двух-трех виджетов. Но они там берут базу, лезут где там просто гигабайты, там терабайты, и SLA у них уже намного выше. Есть где там 50 виджетов разных, между собой все соединяются, перерасчитываются там и все. Тоже, ну там данные, и вот у каждого свой SLA есть. И под них всегда поставим. И нам важно получить эти сценарии, истории и внедрить уже в ядро, чтобы перед всей CD были реальные истории, тестировались. И это обратно, интеграция нашего уже разработанного кода к заказчику и всей практике по тестированию. Тут немножко у нас сложнее становится, потому что у заказчика всегда это свое какое-то железо, там какие-нибудь спецификации, которые они хотят развернуть. Это как какие-то там определенные инструменты. Там, к примеру, у нас стоит компоуз, у них декхаус, там еще какими-то винтовые и так далее. И нам приходится под это все подстраиваться. Плюс, к тому же, если мы передаем автотесты свои наработанные, там уже несколько лет этого опыта, разработан фреймворк, сценарий, и надо передать им всю эту компетенцию, чтобы они не повторяли, а уже использовали наше. Обычно у заказчика там они берут не сильно таких опытных автоматизаторов и приходится им, как сказать-то проще. Они пишут свое, не углубляются в код и просто пишут свое. И вот, которые проблемы стали прям очень ребром, это коммуникация между командой ядра и между командой проектов. То есть, у них все свое, они общаются, приходит точка, где завершился проект и надо получить. Приходим, получаем и узнаем, что кучу всего мы не знаем, что у них там было, произошло, почему раньше не пришли, почему не взяли инструменты, которые уже есть. Ну, там уже свои вопросы, проблемы. Второе, это дублирование тестов, то, что мы им передаем, они их либо не расширяют, а прям на живую там хардкод пишут, вместо того, чтобы там локаторы изменились. Раз, вместо того, чтобы использовать нашу архитектуру, разделение данных контроллеров и самих тестов, они прям в тесты запиливают же локаторы, там, где у нас были параметры, к примеру. Или пишем один и тот же сценарий, который у нас уже есть, там, а они еще новые вариации, там, с какой-то маленькой доработкой. Потом, это самое, что для нас важно, это отсутствие общей базы, так как это проектники, у них все изолировано, своя репозитория, билты, все, и получить как-то доступ к ним, это надо уже идти в безопасность и так далее, все выбивать. Следующее, это высокая загруженность команд. Опять же скажу, что у проектников зачастую компетенция автотестеров чуть ниже, они берут молодых, неопытных и внедряют одного сильного конклида. И, как говорится, команд много, заказов много, задачи текут, надо все-таки концепцию зеленый отчет поддерживать, без зеленого не вливаемся, и поэтому мы просто не успеваем. Сейчас немножко вас познакомлю, познакомим с самим фреймворком, который написан тестировщиками для тестировщиков и используется тестировщиками. Привет, меня зовут Николай Дильзин, я работаю в компании EBS, руковожу командой разработки собственных инструментов тестирования. Ну вот, глядя на ваши лица, не хочется вас мучить всем докладом, который я готовил, давайте как-то повеселее. Вообще, зачем вы, ребята, сделали свой еще один фреймворк? Вы решили, что их мало? Нет. На самом деле, просто компания, исторически это была Аплана, ее основным видом деятельности было как раз тестирование, ручное, автоматизированное, нагрузочное. И в какой-то момент стало понятно, что ты уходишь с одного проекта на другой и практически с собой тащишь все свои наработки. То есть там надо переименовать его, удалить старые тесты, добавить новые. И да, каждый раз параллельно работает еще 10 команд, и вот каждый в свою сторону пошел. В общем-то, на проектах иногда делаются очень полезные вещи, которые могли бы другим тоже подойти, но переиспользовать это очень тяжело, когда коммуникация слабая. Ну, какое решение? Решение было выбрано сделать свой еще один фреймворк, N+, первый. Вот, в этот момент меня как раз схантили во плану, предложили вот в этом полчаса. Ребята несколько раз собирались, придумали название Chameleon, вот, даже что-то начали писать. Ну, вот, как-то на этом, в этот момент заглохло. Я когда пришел, значит, предложил, во-первых, использовать Spring для того, чтобы вот эти все кусочки разрозненные можно было связать воедино, и потом очень удобно кастомизировать. Да, это язык Java, потому что, ну, все практически команды, которые у нас занимались автоматизацией, работали на этом стеке. То есть здесь у нас вопросов не возникло. Также там исторически у нас популярный, ну, и средства автоматизации сборки Mavin мы используем. Gradle тоже можно, ну, вот, в основном, ребята работают с этим, это знакомо всем. Под капотом с Elenium мы ничего не изобретали, в общем-то. Задача была решать как можно более эффективно поставленные цели, поэтому минимально старались что-то свое там допилить из принципа лишь бы сделать свое. Поэтому, ну, вот используем здесь вот все эти вещи, и на самом деле там еще больше в качестве готового. Дальше, ну, сам фреймворк мы разделили на модули, такие отдельные кусочки, которые можно использовать, если они нужны, или отключать, если не требуется. С помощью этих модулей можно тестировать веб-приложения под различные браузеры существующие, ну, это Elenium обеспечивает. Десктоп-приложения тоже там у нас два варианта, два модуля разных способов. Десктоп-Windows. И также можно тестировать мобильные приложения через Appium. Ну, а Android, iOS, на самом деле, все, что Appium сейчас поддерживает, тоже можно пробовать. Также в интеграционных тестах можно взаимодействовать с различными видами веб-опе и с базами данных. Вот такие модули тоже у нас есть включены в готовый набор модулей нашего браузера. Ну, в итоге, что у нас получается? Мы ускорили процесс разработки автотестов значительно. Также мы старались решать такую задачу, чтобы привлечь ручных тестировщиков к написанию автотестов, которых в компании всегда было больше. Это умные ребята, но вот в программировании они не умеют. И к тому же у нас есть еще аналитики, которые тоже там не обязаны понимать ваш текст на Java, на Python. То, что вы умеете писать на каком-то языке программирования, это прекрасно. Ну, это не является вашим достоинством в том смысле, что остальные члены команды, они тоже должны вас понимать. Если вы говорите по-китайски, а другие не понимают, ну, толку от такого навыка. Соответственно, все тесты мы стараемся делать на языке, понятном всем участникам команды. И также мы стремились к тому, чтобы можно было на проектах кастомизировать функции фреймворка, потому что мы понимаем, что там на старте никогда невозможно предположить, какие еще возникнут потребности, какие там специфические для кого-то проекта потребуются доработки. Ну и также, поскольку мы все работаем в среде разработки, ну, нам удобно вот прямо здесь получать максимальное количество разных функций, которые бы нам сразу же были под рукой. Поэтому мы сделали интеграцию, ну, сделали свой плагин для IntelliJ IDEA, который нам предоставляет удобный интерфейс для работы с автотестами. Вот про плагин сейчас поподробнее расскажу быстренько. Значит, вот если у вас проект пустой, хамелеон никакой туда не подключен, но плагин вы уже установили. Он, значит, предложит подключить хамелеон. Это сразу сконфигурирует помп-файлы, бросит дополнительные конфигурационные файлы, которые нужны для работы. Дальше галочками можете отметить те модули, которые вам нужны. При этом конфигурация, опять же, обновятся, дополнятся. Можно отключить, ну, то есть, комбинируя. Здесь только базовые модули, есть еще ряд модулей, которые можно дополнительно там подкачать и использовать. Соответственно, раньше у нас конфигурации были очень сложные. То есть мы сами, даже разработчики хамелеона, начали теперь уже со старых проектов брать конфигурационные файлы, потому что там не очень помнили, что там надо прописать, чтобы все работало. Все, сейчас мы в новых версиях от этого уходим. Все конфигурации там автоматически пишут. Если что-то надо дополнительное, ну, тогда вот в документации описано, как это надо расширить. То есть вот из коробки это должно работать просто покликали то, что вам нужно, и уже тест должен быть рабочий. Ну, соответственно, сами тесты. На вкладке теста здесь показаны тесты, которые есть в вашем проекте. Это фиши-файлы. Ну, то есть вот как раз решая ту задачу, чтобы всем участникам проекта было понятно, мы используем Геркин, в частности, Кукумбер. И здесь плагин подтягивает из проекта все разработанные тесты. Если ни одного нет, то будет кнопочка такая создать. Он предложит создать тест, там сразу будет заготовка со всеми вот обвязками. А обвязками тоже не надо вспоминать, что там сценарий в пустом должно присутствовать. Также отсюда можно запустить на выполнение любой тест. Можно в отладочном режиме запустить, чтобы там можно было точку основу поставить. Вот пример как раз сценария. То есть, я думаю, все согласятся, что здесь должно быть понятно любому человеку, что делает этот тест. Даже тот, кто ни одного языка программирования никогда в жизни не видел. Вот. Значит, в заголовке у нас тестовые данные, в этом примере можно другие варианты использовать. Также синим цветом подсвечены параметры и остальные шаги. Вот в этом примере это стандартные шаги хамелеона, которые на из коробки предлагают. Здесь, когда вы начинаете работу с параметрами, в зависимости от контекста шага будет автоматически предлагаться список. Вот если вы работаете, например, с web-интерфейсом и загружаете страницу какую-то, и выбрать название страницы можно из списка тех страниц, которые описаны в приложении. Дальше, страница у вас выбрана, вы начинаете заполнять поля этой страницы, нажимать кнопки. Там будут только те поля и те кнопки, которые описаны у нас в списке именно этой страницы. Ну и также есть у нас шаги для работы с коллекциями, есть другие типы параметров, где ожидается выбор операций сравнения, есть параметры, где ожидается какое-то значение, это либо переменная, либо функция, которая эти значения вычисляет. Список таких функций, список операций сравнения, он содержится в фрегворке, предустановленный некий набор базовый, дополнительные модули могут еще дополнительные функции подключать. Ну и кроме того, сейчас расскажу, как можно, ну свои собственные операции сравнения, функции тоже можно дописывать, и они также появятся в автокомплите вот этого плагина, он находит все вариации. На вкладке действия показан список шагов, которые есть из подключенных модулей взят, и также это могут быть шаги, описанные вами на вашем проекте. Все они попадают в вот этот классицированный список, здесь они по темам сгруппированы, можно из этого окошечка плагина в сценарий прямо мышкой перетащить нужный вам шаг, появится окошко, где можно уточнить действие, например, вот кнопку можно кликнуть один раз или двойное нажатие, но по сути дела здесь только один шаг будет в дереве, а уже его детали это потом можно будет уточнить. Соответственно, там же в этом диалоговом окне появляются параметры, которые для этого шага нужны, ну например, это выбрать элемент, над которым действие совершается, то есть мы что-то нажимаем, выбираем кнопку, она опять в зависимости от контекста выбирается, там с нужной страницы предлагается выбор, не все кнопки, какие в системе есть, естественно. Вот, ну и можете свои собственные действия, Паша потом поподробнее расскажет, как они это используют, но дополнительные действия на языке Java описываются, и после того, как вы их описали, они автоматически будут и в плагине, и вот в автокомпьюте тоже доступны. Вот это репозитория элементов, здесь показан вариант с веб-элементами, но точно так же среди репозиториев могут встречаться другие типы, в зависимости, опять же, от использованных модулей, там могут быть и энпоинты для тестирования REST API, и подключение к базе данных запросов SQL-ные, то есть все это хранится в XML-файлах, то есть находится внутри проекта и может быть доставлено в систему управления исходным кодом, и всем участникам вашего проекта станет доступно. Соответственно, новичкам удобнее через плагин работать с этим деревом, здесь поиски есть, автоподсказки, но так же можно в XML-файл отправить, там подключены валидационные схемы, и система не даст ошибиться в структуре документа, и так же там автокомплитам идея подскажет, какие есть варианты ввода значений параметров, и какие параметры, какие типы вообще здесь допустимы в этом типе репозитория. Когда запускается веб-тест, вот под капотом у него создается PageObject, то есть вы уже поняли, PageObject мы не очень любим на своих проектах, как раз по той же причине, что это Java-код, и он не понятен ни ручникам, ни аналитикам, поэтому репозитория вот у нас в виде дерева, но под капотом создается PageObject стандартный абсолютно, ну с нашими анонсациями, ну в принципе такой, как к кому вы привыкли. И поэтому, если вот это вот вам все не зашло, вы можете описывать, использовать наш фреймворк, и описывать элементы в виде PageObject, точно так же, как вы это делаете сейчас. Потому что он все равно через этот слой внутри работает. То есть это для него стандартный вариант для фреймворка. Ну элементы можно кастомизировать, вот как раз ту сложную логику, там есть какое-то поле, чтобы его заполнить, надо кликнуть, выбрать из списка, там нажать кнопку ОК. Вот эта вся логика, она тоже сценария не нужна. Вот эти подробности, они никому не интересны, кроме автоматизатора, по большому счету. Эту логику можно спрятать, также написать свой класс, который реализует, расширяет стандартную логику элементы, и вот эти все действия на языке Java здесь можно прописать. И потом, когда тест дойдет до этого элемента, он вот этот код вызовет, и тест останется таким чистым, без вот этих подробностей. Их потом можно в отчете увидеть. Также есть вкладка с настройками. Вот очень большая проблема всегда запускать автотесты. Давайте добавим конфигурацию запуска, а вот там надо еще такие параметры, такие параметры. Не надо. Вот фреймворк, он для того, чтобы было удобно, он запускает тесты сам. Здесь из тех модулей, которые подключены, выводится перечень параметров, которые влияют на работу именно этой части. Например, подключили веб, там можно выбрать тип драйвера, развернуть его, не свернуть, вот эти все параметры, время ожидания задать, закрывать режимы скриншотов, тут при ошибках, или всегда на каждый шаг делать скриншоты. Все, что может вам потребоваться, появляется на этой вкладке. Плюс к этому вы на своем проекте можете дополнительные параметры какие-то описать, и они тоже здесь появятся, то есть всем участникам будет доступно. И вкладка с тегами, из всех сценариев собираются теги, и можно здесь кликать, управляя набором автотестов, какие запускать. Соответственно, вот эти выбранные теги, переданные значения параметров, все это объединяется в командную строку, и передается в сессию запуска автотестов к логинам. Но эту строку, естественно, вот есть кнопочка, можно скопировать в буфер обмена, и потом использовать при настройке средств CICD, например, Jenkins, Jabu, с помощью этой команды очень удобно. Также дополнительные фишки, которые мы делали для себя, но вы ими тоже можете пользоваться, потому что фреймворк открытый. Когда выполняется тест, очень удобно посмотреть, какие же он элементы, вот в данный момент проверяет, трогает, нажимает. Вот он подсвечивает рамочкой, так можно включить там галочку, как раз вот она была на предыдущем слайде, и он будет подсвечивать. Также, если вы на объекте заказчика работаете, вряд ли вам дадут второй монитор, а хочется смотреть, как ваш тест не только проходит, ну и что он в это время делает, какие шаги там, что в логах, какие ваши отладочные сообщения. У нас есть средства, которые позволяют поверх экрана в прозрачном режиме выводить логи приложения, ну вот запускаемого теста. Также, если длинный сценарий, вот он у вас там, бывают такие, полчаса работал и работал, и упал, и вы исправили ошибку, вы можете не запускать, вот не ждать еще полчаса, а продолжить выполнение с того места, где был прерван предыдущий тест. Есть интеграция с различными у нас популярными средствами отчетности, мониторинга. Вот если подключили, например, интеграцию с Allure, появляется кнопочка просмотра отчета прямо в плагине, чтобы, опять же, не вспоминать, где они там на диске находятся, как их открыть, а браузер вам их не откроет, потому что, да, кто сталкивался. И также можно почистить предыдущие запуски и выполнения тоже здесь. Но это как бы просто, на самом деле, делали для себя. То, что нам доза не хватало, мы вот добавляли в плагин по мере. Вы можете добавлять свои интеграции, потому что все вот это работает на открытом API, и вот те логи, которые я говорил тоже, то есть все эти события, которые происходят, они собираются через наши аннотации, не через Allure-овские, как вы привыкли, а через наши, потому что мы не только Allure-овские, тест-IT тоже передаем. Поэтому все, что происходит во время выполнения тестов, вы можете перехватить с помощью API и написать свою интеграцию в любую другую систему. Дополнительно, в общем, автоматические локаторы, это на основании имени элемента, его типа и также предопределенных правил, которые в тех же репозиториях у нас хранятся, можно автоматически составлять, кнопка, она во всем приложении почти всегда одна, поля очень похожие там, ну может быть несколько разновидностей. Фреймворк автоматически составляет локаторы, мы даже в репозитории, это поле локатора остается пустым при этом. Большой плюс, что, во-первых, вы ускоряете процесс разработки автотестов, во-вторых, если что-то в приложении меняется, вам не надо идти и везде менять локаторы. Вы меняете только правила или добавляете новые, и они автоматически пересчитываются. Софтайсерты нужны, вот опять же, шел длинный тест, дошел до какой-то красивой формы, первая же проверка свалилась, но о чем бы здесь не проверить остальные поля? Вот это позволяет не валить тест, пока не проверим все интересное нам. И потом он уже свалится, и в отчете будет сразу набор ошибок. Ведь Ленинс сценарий, вот это антипаттерн, но жизнь такова, что все равно у нас иногда требуется какие-то определенные шаги выполнить, если там что-то у нас случилось в системе, или наоборот пропустить. Такая возможность есть. Многопоточность, Паша подробно расскажет, вот для них делали. Ну, кратенько, там есть модули, которые позволяют запускать тесты параллельно в множестве потоков. Переиспользование сценариев. Например, вы можете сделать сценарий проверки авторизации пользователя, и потом его вызывать из тех тестов, где требуется авторизованная работа пользователя. Ну, также, когда работали над проектами, делали дополнительные модули для тестирования SAP, для тестирования Windows приложений, UI Automation использовали. Это не Selenium, мы выходим за его рамки, но фреймворк работает прозрачно. Ну, как бы там, в этом случае все равно, что там под капотом уже не Selenium используются, а другие наши интеграции. Ну, и также взаимодействие с Selenium у нас есть пример в документации. Дополнительно к этому для браузера сделали расширение, опять же, чтобы нам самим было удобно. Вот отсюда, не отрываясь от тестирования приложения, сразу же можем видеть, какие у нас элементы описаны. То есть, это расширяет инструменты разработчика, там появляются дополнительные вкладки. Мы видим те наши элементы из репозиториев, можем кликнуть прямо на экране, посмотреть, он подсветит рамочкой, где этот элемент находится, ну или написать, что такого нет, поэтому локатора не могу найти. Можно редактировать все те же самые автоподсказки, они здесь тоже доступны. Добавлять новые поля, прямо кликнув на элемент, при этом он добавится автоматически и в репозитории, и у него появится и имя, и предложенный локатор, и тип автоматически определиться. Также есть вкладка, которая позволяет кликать, заполнять поля, в общем, все действия пользователей записываются сразу в виде готового сценария с нашими шагами. Его можно потом скопировать, вставить в проект, это вот заготовка для вашего будущего теста, чтобы сэкономить время на таких простейших вещах. Также есть дистрибутив под Windows, который позволяет установить с нуля на чистую винду все необходимое для работы, ну и сам фреймворк тоже, включая Java, идею, мавен, гид, вот все, что нужно для работы, сразу будет установлено. Также есть документация, статья быстрый старт, где установить фреймворк на разных операционных системах каким образом. Ну, Windows самое простое, но также под Linux можно под Mac установить. Есть описание функций библиотеки с методическими материалами, как локаторы составлять, ну и прочее, которые для начинающих автоматизаторов будут полезны. И также есть статья, где, ну, там, для продвинутых пользователей, для программистов, как расширять функции фреймворка на языке Java. Также опубликован весь исходный код под открытой лицензией Mozilla Public License второй версии, то есть вы можете использовать в своих проектах, модифицировать все, что разрешает эта лицензия. И также набор примеров на разные случаи жизни, которые можно скачивать и использовать в качестве ознакомления. Наверное, вы уже понимаете, масштабы этого инструмента, что он может, он содержит под капотом это Java, Spring, GUNI 4, Selenium, Capix, 5-й грудок. Обновляют периодически. То есть понимаете масштабы, что он может. А теперь вот на практике покажем, как мы это все реализовывали именно на нашем проекте с нашими его потенциалами. То есть первое, то, что мы встретились на миллионах, это произошло в каком-то там 2000-каком-то году. познакомились с командой разработки Аплана, потому что мы объединились в один отдел в тот момент и решили, а давайте-ка попробуем, что оно вообще может. Есть такая уже практика большая, а мы тестировщики, к черту все сложно, мы бы хотим просто тестировать, мы не хотим там ничего лишнего делать. Но у нас есть гарант, что мы предоставляем качественный продукт, мы к этому и идем. А закладывать какие-то проблемы уже в своем продукте, в системе тестов, нам это вообще не нужно. Поэтому мы сравнили на первом, что есть. У нас был ТСНГ, у них был G-Unit 4 на тот момент, потом у нас был просто Алюр, у них был Алюр, Кукумбер и обертки самого Хамелеона. То, что он позволяет, вот эти шаги, которые он делает, ветвления и сценарий-сценария. Я тогда к Кукумберу относился не очень хорошо, потому что это такой инструмент, который он заставляет тебя писать сценарии, то есть определенным только видом. А когда пишешь там вот в нашей любимой автомейшн, кликни сюда, напиши, веди. Это уже там такие портянки, которые по 150 строк, когда ты зачитал до середины сложной системы, когда я написал сценарий. Все, это просто невозможно, ты уже забыл, а что там с браузером. Никто не помнит. Вот, перешли, повстречались, обсудили, вроде все плюс-минус одинаково, мы все настраиваем, также данные у нас XML-ка, все локаторы у нас также в XML-ке лежали, все это с spring-room-бизнеса, инжектица, все замечательно. Вроде бы посчитали, а там по ресурсам нам немного переходить. Нам заменить TSNG на G-Unit, нам написать, вытащить наши все, то есть получается, шаги в Cucumber, и сделать аннотацию тестами. То есть мы заменяли просто тест-аннотацию на аннотацию степа, и пропихивали самое такое простое, чтобы Cucumber запустить на этом шаге, ничего минимум, то есть сразу перевести, и чтобы работало. Следующее, что пришел и делал наш хамелеон? Ну, конечно, Жучков ловил, это по-любому. Основное, что он занимался? Мы решили, так, если я позиционирую, что это может писать даже ручник, и автоматизатор с маленьким, давайте-ка проведем испытания, отдадим все это на откуп нашим джунам. А далее им, они начали писать сценарии. Через какое-то время мы поняли, что вот эти 150 строчек без строчки кода на Java, они начали писать эти портянки на наши BI-системы, на NCI, которые, ну, там 150 строчек сценария, чтобы вы понимали, это глить не туда, перейти на эту страницу, ведь это опровердут, ведь Леня, выполнить сценарий другой из другой фичи, а это еще 150 строчек. И алюры получались вот такие, отлаживать это все чудовище было вообще, ну, чтобы понимали, заходишь в хамелеон, а туда еще в этот метод еще 50 сценариев залезут. И ты не знаешь, с какого шага ты конкретно, то есть конкретный шаг, тебе строчка 58 надо, а у тебя в этот шаг еще на строчке второй переходит. И ты постоянно там плей, 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 пока до этого отошел. И плюс следит это все. Ну, мы решили так, давайте-ка применим опять проектирование, посмотрим, что делать. А так, блин, мы же еще и разработчики, все-таки автоматизаторы. А давайте-ка посмотрим, солид тут войдет, вошел, разделили, сделали инкапсуляции, убрали простые шаги, запихнули их внутрь, обернули бизнес шагами, которые говорим, так, у нас же есть аналитики, вот аналитики пусть нам придумают. Они пишут постановки, спецификации, документации на весь разрабатываемый функционал. И мы это сделали. Мы обернули все это шаги, запихнули, и у нас вот, то есть первый вариант, то, что у нас был, это единый подход, то, что мы не могли никак, то есть проекты писали по-своему. Мы сделали, первое, это так, у нас есть наш плагин, мы находим все сценарии, им не надо уже в коде, тем более искать, они не боятся, они заходят на плагин, пролистывают, смотрят, выполняют, создают, редактируют. Все, что необходимо от нашей системы, мы бы ту часть еще убрали, оставили самое такое необходимое, это подключение, они уже не боятся в наш CICD залазить, они уже через джин, пять минут. Ладно, вот, которые у нас шаги, теперь они чисто в ГВТ формате, описаны, то есть у нас аналитик взял, написал эту постановочку, мы через два дела тестирования прогнали, говорим, нам нравится, ручники подтвердили, нам тоже нравится, мы можем это автоматизировать, говорят автоматизаторы, ручники говорят, мы это распилим дальше, и вот второй слой, который эти шаги реализуют, в них уже используются родные шаги хамелеона, они написаны как хотите, там уже точку основу поставил, получил куда надо сразу, и аналитик, который создал эти сценарии, он их видит в Алюре, то есть поэтому мы здесь Алюр вам и не покажем, потому что то, что тут будет в Алюре, а в Алюре вы можете нажать на этот шаг, раскроется уже хамелеоновские шаги, и конкретные данные будут, вот это у нас не данные, это всего лишь имена пинов, которые мы подтягиваем, пользователь админ, логин, пароль, все необходимые данные, которые мы проверяем в наших сценариях, они уже в XML, и они уже внутрь наших шагов, которые клей, они туда закидываются, все с помощью спринга, все это контролируется, мы знаем, нам не надо об этом думать, все это как бы в документации, плюс мы еще добавили туда ICDoc, который является навигатором, описателем Redmi нашего проекта, читаешь его, с помощью IntelliJ IDE кликаешь на какой-то файл, он тебя перекидывает сразу по проекту, куда надо, то есть у нас есть двойная навигация, следующее, что мы решали, это дублирование теста, ну как понимаете, вот все бизнес уже есть, эти сценарии уже видят, и тот, кто работает с системой нашей, он же по-любому знает, а так создание пользователей, группа так, это не те стоят 200 шагов, которые надо сделать, открой, заладенься, кликни сюда, открой, дождись, переключись, введи, и ты получишь, нет, он знает так создать, все, я знаю, как создавать, опять drag and drop, все готово, ручник приходит, мне надо проверить, но только на других данных, раз drag and drop запустил, все работает, ни строчки кода, ну по крайней мере на Java для них, вот мы после вот этого, когда пропустили все вот это, дублирование тестов, проделали работу, проанализировали хамелеон, поняли, что как бы писать на нем хорошо, можно, но говорят, это будет тяжело, некрасиво, и очень много, сделали вот это, переписали, все замечательно, отдаем проектам, они точно так же, отдают уже свои сценарии, отдают вот эти хамелеоновские нам все шаги, мы их просто оборачиваем опять бизнесом, с аналитиками опять проходим по процессу, они все валидируют, говорят, вот все, и выкатывают нам вот такие вот сценарии, как вот тут, мы их уже автоматизируем, либо перепроверяем, и запихиваем ядром, и так как это у нас является все в гид, закидывается, нам уже проще это все валидировать, мы их ревьювим, и каждый раз, то есть им, чтобы получить что-то новенькое, они постоянно с проекта у ядра запрашивают обновление из нашего репозитория, подключаясь. Так, ну с помощью IDS, конечно, тут это вообще мощный инструмент, плюс плагин, сразу все видно, все понятно, не надо вам искать, не надо у кого-то что-то спрашивать, и сразу все сам находишь. Ну вот же, опять это гид, мы ничего не придумывали, мы просто взяли, обернули, используем то, что есть, улучшаем то, что можно улучшить. Гид позволяет нам ввести там из нескольких репозиторий, объединять это, пушить, и все, то есть нам ничего не надо, мы ревьювим, и видим постоянно, что вот, а новые шаги, новый локатор, здесь изменится, а когда у вас это там 30 веток на один продукт, там на одну версию от разных разработчиков, то и думаешь, так, ну надо их проверять отдельно, мы не ждем, пока релиз выкатят. Что нам вот дало вот, с помощью, мы разгрузили полностью команду, мы больше не занимаемся какими-то там проверками, объяснениями нашим юным женам, они просто приходят, то есть и нарабатывают базу вот этих сценариев, кукумберовских, им достаточно прочесть документацию, и зайти в плагин, посмотреть, что уже реализовано, так как у них они работают со спецификациями, документации на разрабатывание, и на те сценарии, которые предоставляет заказчик, они уже описаны, то есть плюс-минус, у нас есть уже эта база, на проекты, когда обновлены начинаются, у них уже есть автотесты, они уже покрывают все ядро, и какие-то специфичные сценарии от заказчика. Единый формат нам дал, это хамелеон, алю и гвт, единый отчет, все понимают, потому что аналитик написал это, живым человеком, человеческим языком, ручник это понимает, то, что он расширил, это ручными тестами, автоматизатор понимает и выкатывает отчет, тот, который понятен и ясен всем, вам не надо там сидеть, думать, и что-то все, у вас это документация, на самом же проект идет, лоу-код тест, какая система, такие тесты. Ну, как видите, живая документация, взяли хамелеон, все средства, которые возможны, добавили туда оседок, новый приходит тестировщик, он ничего не спрашивает, он прочел Redmi, прокликал по идейке, все увидел, прокликал по плагинам, добавил, все удобно, спринт плюс хамелеон, ну, тут вообще легко, просто создал XML, пропихнул туда, все замечательно, IntelliJD плюс хамелеон, все, вообще ничего не надо, клик, клик, запустил, проверил, все. Ну, на этом, наверное, у нас будет все. Вот наша такая ссылочка. Спасибо за доклад, очень интересно, продукт, такой, очень знакомые проблемы и знакомые решения, и хотел побольше узнать о том, как у вас разрабатывается IDE плагин, для того, что мы в свое время затевались с такой же штукой, плагин под идею, и в конечном итоге забили, потому что поддерживать под кучу версий, то есть очень плохо с обратной совместимостью обновляется версия идеи, плагин летит, его надо пересобирать, пропадают какие-то штуки, документация у JetBrains ужасная, ужаснее некуда, куча функционалов, которые должен поддерживаться, просто не поддерживается, там какие-нибудь аннотации на параметры уже зависимости не видны, и прочая радость, вот сколько… Как мы собираем плагин под каждую версию? Каждую версию обновляем? Ну, на самом деле, вот сейчас там последняя версия идеи не поддерживается, то есть мы у плагина ставим перечень идей, которые мы поддерживаем, мы не стараемся поддерживать, все старые версии, то есть у нас выходит новая, вот совсем новую мы еще не победили, но предыдущую, вот он поддерживает, ну в определенном диапазоне, перейдем на более новую, там старые перестанем поддерживать, ну не стремимся ко всем идеям там сразу, ну вот есть дистрибутив, накатили его, там поставилась вам новая идея, работайте в новой, начиная с новой версии, или на предыдущей. По поводу вот этих всех сложностей, то, что ты сказал, по поводу работы с плагином, да, действительно, там и документация не очень, и все это трудно, ну мы же делаем, чтобы себе жизнь упростить, поэтому, да, пришлось заморочиться. А вот вопрос, сколько человек занимается поддержкой плагин? То есть это какой-то выделенный человек, или это все там понемножку? И, соответственно, вот вопрос еще по поводу ультимативки. То есть вы только под комьюнити или под обе версии собираете? Под комьюнити, только под комьюнити. Два человека вот в мигающем режиме. Но с АДС это свобода выбора. Мы только за бесплатное ПО, мы никому не навязываем, кто платит деньги. А у нас есть ультимативки, это ультимативки. Слушай, ну можно пересобрать, там надо на самом деле просто в билде указать, что для ультиматива тоже. А иногда сверху или пакет. Не, ну вы там ставьте звездочки, мы будем смотреть и добавлять. А то только для себя же делаем. У нас на комьюнити, да, ребята работают. На каком языке лоукод пишется, и как вообще это устойно можно по словам рассказать. Про планету саму? Да. Планета, там у нас это Ариар, фронт, бэк это у нас Джава, лоу это просто... Лоу это просто слово. Лоу это сама концепция, то что ты можешь собрать без строчки кода новый продукт на основе старого. То есть это у нас получается, у нас есть система планета, которая, она и самодостаточная, каждый продукт и взаимодополняющая друг друга. Ты можешь взять любую свою систему, тут на примере, приведу ГАСУ, там других каких-то, хоть эти, госуслуги физического лица, ты можешь просто взять, добавить туда аналитику на основе этих данных, потом зайти, авторизоваться через госуслуги и пользоваться аналитикой. Или зайти на ГАСУ, вот это где правит портал специальный, и там будешь также данные либо в старой версии биики смотреть, либо опять в новой. Потом ты можешь взять планету развернуть, либо с одним набором функционала, либо с большим. То есть там это вот и говорит, мы просто тебе сконфигурируем и все. То есть это без строчки кода ты получишь новый продукт. Там какой-то графический интерфейс, там все, там все, там фронт реакт, это виджеты аналитические, виджеты аналитические, это в основном они самые разобщенные, это система пара, это играете, потом таблицы, кросс-таблицы, диаграммы круговые, стопчатые, потом есть для бюджетирования, для инсектора, расширяяя. Тебе не надо ничего там писать и так далее. Ну вообще там куча всего у нас. Вот там ты можешь версиона сделать, базы писать и проектировать. Но это планета, это здоровенный процесс, ну и процессы ей. Спасибо. Ну я хочу сказать, планета это платный продукт. Очень. Очень платный. Очень платный. Меня зовут Иван, компания James Development. У вас было написано, что есть интеграция с тест-IT и насколько сложно и возможно ли запускать тесты прямо с тест-IT в памелионе. А тест-IT у них такая концепция, они же запускают тоже там через Jenkins или какие-то другие системы управления. Нет, у них изнутри тоже можно. Все равно нет. Изнутри все это реализовывается. У нас получается... Там еще и скотили его это. Нет, у них тоже там было, не подсказывается. В общем, да, наши тесты также можно запускать с тест-IT. Там у них разная интеграция, чтобы подключиться, надо один конфиг-файл дать и туда прокинуть эти все... То есть, чтобы подключиться к тест-IT, вам надо просто создать файл и прокинуть туда аишники всех проектов, ключ подсоединения, авторизации и все, у вас там, в принципе, это бродится. А все остальное, вы уже там, как это сказать, кастомизируете, да? То есть, все пудки, отпускатор, все пробразываете, настраиваете Jenkins в тест-IT и ваши тесты. Да, но вот этот модуль интеграции с тест-IT, он продается как тест-IT-про, то есть, как в составе тест-IT, когда покупаете. Там есть еще и модуль для управления нагрузочным тестированием вот этим. Но это вот уже относит к платной части, скажу так. лот-IT, это, чтобы понимали, это пример перформанс-центра, это обертка над G-метром. Здесь про патену. Ну, это же автоматизация. Ну, да, но нагрузка. Да. То есть, кстати, мы вот реализовали через SDL-ку G-метод, также маломайские нагрузочные тесты внедрили их также в хамильон, чтобы они запускали через струк-умбер. То есть, вообще легко на раз-два это все делается. И собираем метельки уже необходимые. Помимо REST-а, там еще раз мы разделили логику, чтобы запускалась сначала предустановка, вся система настраивалась как надо, запищалась. Таем, и надо не ласкать. Чтобы запускалась и так далее. То есть, мы в Киеве использовали весь потенциал, который нам дает G-метод, вот это G-Unit 5, Spring и Java. То есть, все, что нам этот инструмент отдает, мы его используем. И оборачиваем красиво вот это функциональщины, которые, вот, если кто-то писал эти методики, потом отчеты, и это у вас куча всяких заказчиков, и надо под каждого построиться, в один момент просто думайте, а нафиг. Мы же продукт производим, мы сейчас делаем стандарт, и стандарт берите. нашим. То есть, мы вот так вот сделали, и хамелеон нам помог это легко решить. Все кукумберфайлы это уже непосредственно подотчетный документ. Все, что под некоторый уровень шагов, это уже наша концепция, которую мы изменяем, постоянно ломаем и так далее. А верхний уровень шагов он всегда остается подотчетным. Ну, в принципе, все. Кто еще?